Лягушка-путешественница. Жила-была на свете лягушка-квакушка. Жила она на болоте, ловила комаров и мошек. Весною громко квакала вместе со своими подругами и вполне была довольна жизнью. Так бы продолжала квакушка дальше, если бы не один случай. Произошло это осенним днём. Моросил тёплый дождь. Лягушка высунулась из воды и наслаждалась погодой. Вдруг она услышала какой-то странный звук и вскоре на болото опустилась стая уток. Они летели на юг. Кря-кря, сказала одна из уток, лететь ещё далеко, надо покушать. Лягушка испугалась и тут же спряталась. Кря-кря, сказала другая утка, «Скоро станет холодно, надо торопиться. Скорей на юг!» «А что такое юг?» – спросила лягушка, высунув голову из воды. Её мучило любопытство так, что она даже забыла об осторожности. «Юг – это самое замечательное место на земле», – ответил вожак стаи. «Теперь там тепло». «Там есть замечательные теплые болота», – добавила старая утка. «А какие там червяки?» – воскликнула утка помоложе. «А мошки там есть?» – спросила квакушка. «Конечно, несместное количество», – ответила и самая жирная из уток. У лягушки от радости закружилась голова. «Ах, вот бы побывать там», – подумала про себя квакушка, а вслух сказала. «Возьмите меня с собой». «Как мы тебя возьмём? У тебя же нет крыльев», – возразил вожак стаи. «Позвольте мне подумать пять минут», – попросила лягушка. «Я что-нибудь придумаю». Лягушка нырнула в воду, зарыла стину, чтобы ей никто не мешал размышлять. Пять минут прошло. Утки совсем уже было собрались лететь. Как вдруг из воды показалась голова лягушки». «Я придумала! Я придумала!» – радостно воскликнула она. «Я придумала, что может заменить мне крылья. Пусть два селезня возьмут свои клювы-прутик, а я прицеплюсь за него посередине. Они будут лететь, а я ехать. Нужно только, чтобы они не крякали, а я не квакала». «Какая сообразительная лягушка!» – удивился вожак стаи. «Это просто превосходная идея». Хотя стае и предстоял долгий путь, утки согласились нести лягушку. Нашли хороший прочный прутик, два селезня взяли его в клювы, лягушка прицепилась рутом за середину, и вся стая поднялась в небо. У лягушки от страшной высоты захватила дух, но она изо всей силы стискивала свои челюсти, чтобы не оторваться и не упасть вниз. «Вот как я превосходно придумала!» – думала она про себя. Когда стая опустилась на землю, чтобы отдохнуть, утки обступили лягушку-путешественницу. «Ах, какая ты умница! Как здорово все придумала!» – говорили они. Лягушке было очень приятно слушать о себе такое. На следующий день лягушка попросила уток, чтобы они летели не так высоко. Ей хотелось видеть, что делается внизу на земле, и добрые утки обещали ей лететь пониже. И вот, пролетая над деревней, лягушка-путешественница увидела людей. Они смотрели на стаю и кричали, «Смотрите, утки лягушку несут! Вот чудо-то!» «Знают ли они, что это я придумала такую хитрость?» – подумала квакушка. «И кто это придумал такую хитрую штуку?» – продолжали кричать люди. Лягушка не выдержала и, забыв всякую осторожность, закричала. «Это я! Я!» С этим криком она стремительно полетела вниз. Путешественница плюхнулась в грязный пруд. «Это я придумала!» – продолжала кричать лягушка, вынырнув из воды. «Ой, что это?» – удивленно спрашивали друг у друга местные квакушки. «Кто это?» «Это я, лягушка-путешественница. Я заехала к вам посмотреть, как вы живете». И квакушка рассказала им удивительную историю о том, как она изобрела необыкновенный способ путешествия на утках, которые носили ее куда ей было угодно. «Ну и где же вы побывали?» – «На юге», – хвастливо ответила лягушка. «А что такое юг?» – спросили удивленно местные лягушки. «Это самое замечательное место на земле», – мечтательно проговорила лягушка-путешественница. «Там так хорошо! Там такие прекрасные теплые болота! И так много мошек и всяких других съедобных насекомых! Я побуду у вас до весны, а весной вернутся мои утки, которых я отпустила». Но утки уж никогда не вернулись за путешественницей. Они думали, что она разбилась о землю, когда сорвалась низ, и очень ее жалели.